ребят всем привет сегодня у нас на ремонте сушка для овощей зельмер вот такая она видите с этой стороны вот так выглядит значит со слов хозяина значит туда полезли что-то сделать поковыряли после этого она не работает и там что-то болтается слышите да сейчас мы ее разберем смотрим что там накрутили что там натворили почему она не работает для того чтобы добраться до электроники нам нужно открутить вот эти два винтика что мы сейчас и сделаем так винтик не вылазит и этот винтик не вылазит ну и ладно так теперь нам надо вот эту вот часть снять вот так вот она у нас тут снимается я уже даже вижу что открутил хозяин смотрите два винта это крепеж самого мотора вот один винт и вот второй и они в таком ужасном состоянии видите то есть я так понимаю что тут что-то сушили какие-то фрукты и она вон все протекло значит сейчас я эту часть замочу водички а мы пока залезем в середину посмотрим каком состоянии там все находится так ребята давайте сейчас попробуем открыть вот эту пластмассовую крышку тут есть такие защелочки сейчас мы их выведем четыре штуки так и с этой стороны да все в таком состоянии так вот у нас крышка снята значит вот у нас сам нагревательный элемент а вот вентилятор который взяли открутили и на место не установили вентилятор я сейчас прикручу на свое место тут у нас потену стоит два термо предохранителя вернее вот этот термостат а вот это термо предохранитель еще давайте я сейчас возьму приборы и проверим на работоспособность вот эти два элемента так прибор вот здесь я положу все на звонилку я поставил так термо предохранитель смотрите сразу сразу нашли проблему так термостат термостат у нас работает хотя он и подгоревший но тут контакты можно почистить это не проблема а вот этот термо предохранитель у нас сгорел значит я сейчас поставлю здесь перемычку и мы сейчас включим и еще раз проверим так перемычку подключаю вот так перемычку подключил значит давайте подаю напряжение так включаю пошло потребление 1 2 ампера пошел теплый воздух так второй режим 2 ампера смотрите пошел теплый воздух 1 и 2 ампера так как теперь ее выключить ага она выключается в автомате значит еще раз давайте включим значит первый режим значит нажимаем кнопку выключить запустился таймер отключения и отключилась при этом сначала отключился тэн в принципе проблема ребята ясна значит наша задача сейчас заменить вот это термо предохранитель но есть тут одна проблема значит тут стоят две заклепки и каким-то образом нужно будет сюда обратно поставить рабочий термо предохранитель скорее всего я буду ставить здесь маленькие винтики я уже аналогичную процедуру проводил устанавливаться будут два винтика от ноутбука мелких и новый термо предохранитель уже на винтики на гайки будут будет прикручен вот на это место на место старого ребята сейчас этот термо предохранитель выкусываю отсюда и с этой стороны тоже и сейчас попробую посмотреть на какую температурку этот термо предохранитель так нашел я информацию вот здесь внизу еле-еле прочитал затерто полностью 144 градуса вот это термо предохранитель значит сейчас берем аналогичный и устанавливаем так ну что ребята значит вот термо предохранитель который будет устанавливаться сюда значит устанавливаться он будет таким образом значит вот так вот ставится здесь я сделаю ушки значит вот у меня смотрите винтик с этой стороны будет ну давайте сейчас покажу с этой стороны пусть будет так вот вставлен ушка закручивается на винт и потом гайка это все дело прикручивается вот таким образом мы сейчас будем устанавливать этот термо предохранитель сюда так смотрим значит вот здесь нам надо изогнуть еще ближе сюда подвинуть вот так вот так теперь сделаем ушко вот таким образом так вот ребята теперь это ушко уже можно в принципе прикручивать через это ушко ну вот так вот здесь будет винтик вот так она будет выглядеть и со второй стороны тоже самое делаем так так лишнее я сейчас сразу обрежу вот так и теперь смотрим как оно тут у нас будет чуть-чуть надо сделать вот так выгнуть вот тут у нас более лучше такое колечко получилось так и вот так вот оно здесь будет у нас стоять еще раз надо немножко изогнуть его вот так далее вот так где то так все ребята все готово но теперь можно его прикручивать так винт сюда раз и с этой стороны гайка Главное, чтобы она не упала А то сейчас Будем из мотора вылавливать ее Так, сейчас я попробую Сделать вот так И Закрутить Немножко неудобно Так, есть С этой стороны закрутили И теперь С этой стороны Так, вот у нас винт Так, тут установил Сейчас тоже Таким образом закрутим Так, все, ребята Теперь можно Взять плоскогубцы И круглогубцы Держим и поджимаем эти винтики Так, здесь я поджал И И здесь поджалось Еще раз Проверяем Здесь И здесь И здесь Все Все, ребята Вот такая конструкция Получилась Видите Значит, теперь я хочу Вот этот термостат Почистить Он довольно-таки Черный Здесь Сейчас возьму Нулевочку И пройдусь И пройдусь По контактам Так И с другой стороны То же самое Так, все Теперь берем Листочек От четвертого формата И То же самое Делаем С листочком Так Значит Вот у нас Грязюка Смотрите Вот здесь С этой стороны И вот здесь Все, ребята Теперь можно проверять Эту сушку Ну что, ребята Сушка собрана Давайте сейчас Еще ее раз Проверим Так Подключаю Напряжение Делаем Старт Так Вентилятор Заработал Теплый воздух Дует 1.3 Ампера Потребление Так Первый режим Ставим Второй режим Потребление 2.1 Ампера Теплый воздух Дует Выключаю Так Задержка При выключении Тен Отключился Вентилятор Работает Все Вентилятор Выключился Ну что, ребята Сушка для овощей Готова А на этом все Кому понравилось видео Палец вверх Подписываемся на канал Всем пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok